ДК, и мы сейчас будем брать интервью у одного из игроков Альянса. С нами S4, капитан Альянса, и, в принципе, Кейс поздравляет его с победами вчера, и думает, они непобедимы вышли из всех серий, у них сегодня очень большая игра, что они думают по этому поводу? Матч с ДК будет одним из самых серьезных в этом турнире, и нам будет достаточно тяжело. Как вы готовились к этому матчу? Мы, наверное, будем придерживаться своего стиля, мы выигрываем, поэтому, собственно, зачем нам менять что-то. Кейси говорит, да, действительно, не стоит ничего менять, удачи и спасибо за интервью. Команда Альянс, четыре члена команды из Швеции, и, конечно же, огромная поддержка от всех европейских фанатов. Адмирал Бульдога с четыре, Аке, EGM и Лода. Ну, они говорят, что мы уже побеждаем, поэтому нам ничего не надо менять. Это не значит, что они будут играть ту же самую игру, нет, просто у них в самом начальной игре есть какой-то план, и они его четко выполняют. Ну, собственно, да, ДК могут думать, что они знают, чего ожидать от Альянса, но Альянс всегда может быть на один шаг впереди. Например, Рошан на первой минуте, и казалось бы, к Альянсу никогда нельзя быть полностью готовыми. И вот даже, несмотря на вчерашнее противостояние, ни одна из игр не была вот жутко простой, но все равно они взяли 2-0. Ну, собственно, Джейкоб еще раз говорит, что если С4 сказал, что они не должны ничего не менять, это не значит, что у них не будет новой стратегии, не значит, что они будут играть и между пиками. Поэтому ни одна команда не знает, чего от них ожидать, и поэтому Альянс фаворит в этом состязании. Бруно говорит, что ему хотелось бы увидеть Level 1 Рошана, даже если не от Альянса, но хотя бы от ДК, потому что это именно тот шаг, который может показать со стороны ДК, что типа, эй, Альянс, мы можем и в вашу Доту играть. Особенно если ДК возьмут одного из своих любимых героев Лондруида, то с этим героем можно делать Рошана на первом левеле. Ну и, конечно, это Best of 3, поэтому команды могут показать, что такое своеобразное. Давайте познакомимся с командой, против кого будет играть. Альянс, это ДК, Джош, переводчик из DotaLand.net, сегодня нам снова помогает с переводом, как вы расслабились и как вы готовились после вчерашнего мега матча. Это длинного матча, да, 100-минутного. Они просто вернулись в отель после матча, провели маленький митинг и обсудили о том, как они будут делать баны и пики, а потом просто отдыхали. Кейси говорит, что то, что мы видели в их игре САЙДЖИ вчера, сегодня они, наверное, ожидают совершенно другой геймплей. И интересуется, что они поменяют, чем будет отличаться плейстайл с сегодняшним матчем. Он говорил, что возможно это не очень важно, потому что если они как команда выберут свой стиль и будут его придерживаться, у них все получится. Очень многие люди в зале ждут этого матча. Желаем вам удачи и увидим, что случится. Команда ДК в интервью они кажутся достаточно уверенными. И им стоит быть уверенными, что вчера они победили Invictus Gaming, прошлого чемпиона Интернешнала, и теперь им предстоит драться с Альянсами. И это будет на самом деле тяжелая игра у Альянсов. Самая сложная игра Альянсов в групповой стеже была против Тонг-Фу, но это будет, скорее всего, именно противостояние с ДК будет самым сложным матчем, который Альянсов будет сегодня. Ну и мы видели, что Альянс выбрали LGD своим первым соперником и сделали это, соответственно, обдуманно. Они выиграли 2-0, после чего ДК пришлось драться с IG. Джейкоб придерживается мнения, что Альянс — это более сильная команда из этой двойки. Мерлини вспоминает, что в первой и третьей игре против IG ДК выглядели очень сильными и отлично играли. Бруно говорит, что насчет второй игры они не беспокоились, они просто хотели увидеть самую длинную игру в истории Доты, самую нафармленную. Мы все равно сможем выиграть третью, поэтому мы просто хотим войти в историю, особенно если Бернин действительно собирается покинуть карьеру Доты. Да, в интервью он говорил, что не хочет об этом говорить, но все равно много интернет воднится слухами. Бернинг — один из самых важных игроков в команде, и мне кажется, он может именно делать шаг вперед, еще лучше играть в игре против Альянсов. Важным моментом в игре ДК — это пик Энигмы, и хотят играть в свою Доту. Да, они, конечно же, иногда пикают популярного вивера, популярного визажа, но в основном они могут пикануть героев, которым удобно играть им, а не те, которые популярны сейчас. Ну и, собственно, Джекоб говорит, что вряд ли Альянсы отдадут им вивера, поэтому им может быть сложнее в этом отношении. Мы не будем сейчас обсуждать, какая команда выиграет и почему она выиграет. Надо каждому аналитику выбрать одного игрока, и почему он будет важен для своей команды. Джекоб выбирает Аке, потому что ему пора доказать... А, и если у него получится взять Чена, ему надо показать класс на этом матче. А со стороны ДК он выбирает Супера, его игра именно впечатлила Джекоба вчера. А, но надо выбрать только одного, тогда Аке. Бен выбирает РОТК, отличный оффлейнер для ДК. Ты как бы второй соло-герой, у тебя обычно очень сильное участие в тимфайтах, в мидгейме, и, конечно же, его не ловили в непозициях, он не умирал и вообще был полезен для своей команды. Ну, Бруно выбирает Джейб из Вестероса, он суппорт, но он при этом всегда участвует в общих драках и действительно игрок, который очень много вкладывает в победу. Ну что, мы заканчиваем с аналитикой перед первым матчем и отправляемся прямиком на первую игру третьего дня International 2013. Мы надеемся, что вам понравится эта игра. Альянс против ДК. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами Каспер и Мэйд. И это Винера, наша сегодняшняя первая игра ДК против Альянс. И уже вроде как драка за 300 тысяч долларов. Ну вот я точно не помню, можешь Альтабов посмотреть в ДОТКВ, потому что победившая команда занимает уже минимум топ-4 вроде как. Ну вроде как, если они уже в топ-6. Да, вот сейчас мы посмотрим каркас. Нет, я пока смотрю, сетку куда они попадут. А куда они попадут? На победителя пары на Витонгфу они попадут. То есть там все предельно ясно. Бест оф три. Альянс против ДК. Да, это действительно полуфинал Винеров. Победитель проходит в топ-4. Да, это 200 тысяч. 200 тысяч баксов. Вот это уже очень сильно. Ну если кто не знает, да, сколько человек в команде. Их пять. Это значит, что по сороковничку заедет. Неплохо, 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 да? Для 200 вот так вот просто. Ну вот для ребят, которым сейчас там от 20... Ну у нас есть, да, у нас есть там от даже 17, там 18 лет ребята. И там вплоть до 28. Заработать свой первый миллион. Да, заработать свой первый миллион это отличная возможность. Не, в любом случае, даже 20-40 тысяч долларов, которые они выиграют. Ну 40 тысяч долларов просто за то, что ты занимаешься любимым делом. Я считаю это очень круто. Ну если вообще... И это не предел. Не сильно наглядь, на год этого хватает за глаза. Ну понятно, что если можно там пойти заказать золотое мороженое с бриллиантовой стружкой. Да, да, просто если вы любите посидеть дома, ничего не кушая и смотреть аниме, то хватит на 10 лет. Ха-ха-ха. Ну да, да. Сразу вспомнился Элидан. Это да, я так сижу. Ну в общем, друзья, ДК против Альянс. ДК банят... И Альянсы уже грамотно забрали себе Бэтрайдера для Капитана. Да, да, да. И вот смотри, ДК забанили Медведя и Веспа, значит Фурион остался. Будут ли сейчас забирать Фуриона Альянс? Мне кажется, что да, будут, но ДК будут к этому готовы. Они специально оставили именно Фуриона. Я тоже уверен, что они готовы. Вот сейчас и посмотрим. Видимо, Альянсы достаточно в хорошем настроении. Вот он Фурион. Мы как минимум молодцы. Опять же, сейчас надо ДК-шкомбанить какую-то нагу, чтобы Котла не оставлять Альянсам их любимый пик. Ну потому что мы видели, как, которым они исполняют на 100%. Да, да, да. Вот ЕГМ на Нага Сирени на этом турнире просто шедеврально играет. Ну понятно, там Бульдог, к нему претензий нет. С4. Да вообще, как мы вчера уже целый день говорили, у Альянсов очень классная статистика. У них 100% винрейд. На всех героях. Именно, именно. И 100% этот винрейд. Они пока что, пока что держат Марку. И посмотрим, что у них получится в дальнейшем. Главное, чтобы либо додержали, либо не посыпались. Если не удержат. Вот как раз сейчас показывают эту бешеную ЦМ-ку Аки, который попал вот в топ-10. Это было очень круто. Вот его ульта в том моменте нереально крутая была. Ульта, что ты зарешала просто всю драку. Ну и Outworld Devourer отправляется у нас в бан. Он отлично стоит против Бэтрайдера. То есть, как вы заметили вчера Хвост, что Дестроера берут именно, чтобы выиграть Лайн. И если ты не хочешь, чтобы у тебя Бэтрайдер инстерпливал по-жёсткому, то проще его забанить. Ну да, а если действительно задуматься, что может сделать Бэтрайдер против Devourer? Да ничего, по сути. С саппортами его просто убивать. Ну, это если с саппортами, конечно. Но можно этих саппортов в другое место куда-то отправить. То есть, каждый раз саппортами вызванивать. Да, 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 да. На Юли 700 в Мерлине. В Мерлине, кстати, там сидит сейчас за главным столом. Да, мне сейчас тут очень любопытно. К нам пришёл Факер. Я сейчас хочу посмотреть. Где-то намутил Невермора. Да, да, где-то намутил. А, это из... Так, ну, сетин тропический у меня есть. Меч на хунку, меч на гигернату. В общем, Факер пришёл тут нам портить... Нет, это из футболочек? С футболок? Да, да. Да, да, да. О, нормасик. Экселечки. Мути. Пойдёт, пойдёт. В общем... Факер, как обычно у нас тут, экономит каждый доллар. Да, да, да. Ну, в общем, поехали. Да, друзья, по поводу там всяких шмоточек и так далее. Как обычно, мы тут с инмейтом сидим и... И просто фапаем на то, что тут выпадает. Инмейт уже там набарыжил на новый Лексус себе. Так. На пол. Да, ну, хотя бы на колесо от Лексуса уже, я думаю, есть. Ну, ладно, давайте лучше поигрим. Ну, что, ушло ещё дерево, ушёл. Вот котёл. Очень хорошо. Готовились ДК. Реально, я думаю, вчера не весь день сидели, разбирали игры команды Альянс. И вот тяжело, наверное, вынаходить в винарах. В том плане, что если ты выигрываешь игру, ты отдыхаешь. До конца дня. Если ты проигрываешь, тебе играть ещё одну игру. То есть надо как-то вот приготовиться к этому. Да, ну, в общем, в любом случае, сейчас у нас столкнулись сильнейшие коллективы. ДК вчера. И Нага тоже ушла в бан. Совсем готовились. Очень шарят. Подозреваю, что Альянс предвидит, что когда-то у них героев начнут банить, которых они берут. Я думаю, что у них запасной план есть. И есть запасные варианты. А как-то банов всего пять, их даже не десять, не пятнадцать. Поэтому просто сейчас С4 доберёт тех героев, которых он хочет, которые им будут нужны. Опять Алхимик для Бёрнинга. Очередной раз, наверное, уже восьмой за этот турнир. А то и девятый. Ну вот мы видели, что постоянно ДК забирали Алхимика для Бёрнинга. Всегда, когда он не был забанен, он был забран. На групповых этапах он нечасто вкатывал. Потому что везде был Вивер и так далее. А здесь и Вивер, и Алхимик в одной команде. Да, кстати, обычно они по разные стороны баррикад находятся. А сейчас мы видим, что они действительно в одном коллективе. Третий пик для команды Альянс. Я вот хотел вспомнить там вчерашний день немного. ДК вчера в нелёгкой битве, в украйне нелёгкой битве одолели Инвиктус Гейминг. Отправили их в Лузера. И IG будут играть у нас с Ликвидами вроде бы. Да, да, да. Best of Fun серия IG Ликвид. Нас ожидает совсем скоро. Чен для Акки. Серьёзно, очень серьёзно. Герои, опять же, сильнейшие у Альянсов. Исполнять они умеют. Сейчас какую-нибудь мартедочку ещё доберут для лоды. Они могут, они могут. Они могут. У них по-любому есть какая-то задумка. Потому что сейчас уже можно стрелять, уже можно выигрывать. Потому как, во-первых, это BO3. Во-вторых, призы с каждым разом капитально увеличиваются. Да, конечно. И смысл рисковать, конечно же, есть. Но Альянс на самом деле крайне стабильная команда. В том плане, что они стабильно, хорошо играют. Вот. И если бы мы говорили... Они понимают, что они пикают и как... Да, да, да. Если бы мы говорили о какой-то средней команде, то там, конечно, они могли бы пойти, что-то рискнуть, там, какой-то all-in сделать. И так далее. Альянсы стабильно, хорошо играют. Им особо ничего придумывать не надо. Они берут хороших героев и умеют на них исполнять. Причём это не превращается в какую-то терпо-доту. Бывают, конечно, ситуации, когда необходимо стоять, да, там, дофармлять какие-то артефакты. Я вот, например, вчера поймал много негативных отзывов по поводу того, что мы сидели, мол, и смеялись с 98-минутной игры. Друзья, ну это был цирк, потому что команды, они действительно ничего не делали. ДК уже понимали, что они проиграют, они не шли. IG понимали, что они уже почти выиграли, тоже не шли. Ну, на самом деле там был полнейший трешак. И одна драка или дни до драка в 10 минут за Рошана, и после неё 6 минут ничего не делания, а потом ещё 4 минут ничего не делания. Это было очень глупо, на самом деле. Мы это тоже уже сегодня обсуждали утром, когда завтракали. Ни один из игроков не вспоминал эту игру без улыбки на лице. Но это уже другая история, друзья. Ладно, у нас Альянс ДК. Тут уж терпение, терпильство даже. Бисходит. Да-да-да, вряд ли будет терпильство. Поехали. Четвёртый пик для Альянс. Забирает Джакиро, в свою очередь, ДК. Ну и последний пик предпоследней стадии, вот так. Но С4 видно в хорошем настроении. Действительно, обычно он достаточно сконцентрирован. Тут видно, что лёгкая улыбка на его лице иногда проскакивает. Знаю, Альянс план на игру. Бульдог, у него всегда эта поза. Вот он постоянно, я сколько ни смотрю, как ни показывают, он постоянно, знаешь, рукой облокотился и так смотрит. Ну, вы давайте, давайте. В Том и Джерри был Бульдог, он тоже всё время так стоял. Ну, может быть, оттуда и пошло, на самом деле, потому что он такой, знаешь, говорит, пацаны, вы мне Фуриона уже взяли, всё, занимайтесь. Мне кажется, мне просто вот в таких ситуациях это антимаг. Это антимаг для лоды. Это антимаг для лоды. Да. Показали. Серьёзная, серьёзная заявочка. Показали, чем будут убивать, да, чем будут стараться убивать. Не будем забывать о том, что ДК у нас, ребята, скажем, не самые слабые. У них опять ультрамобильная команда и есть чем убивать виверов, алхимиков и вот этих всех героев. Ну, в свою очередь... Сейчас что-то берут героя для EGM, какого-то тоже с дизейблом, я думаю, что Рубика. Ну, в свою очередь, у ДК тоже, смотри, просматривается неплохая комбинация. Дарксир с алхимиком под Джакира. Это может заехать, это действительно может сработать. Конечно, Альянсы не из тех паб ребят, которые стоят пятером, но если поймают двух-трёх пацанов, от них мало что может остаться. И Альянсам нужно будет играть осторожно. Позже прыгает Фурион, позже прыгает Бэтрайдер, драку начинает. Тяжело будет кого-то вот так вот, чтобы они все вместе стояли, они не собираются центрироваться. Но вот как раз ты правильно говоришь, что тот позже, тот позже инициировать драку пока что практически некем. Бэтрайдером. Бэтрайдер будет залетать и вытаскивать. Да. А герой убили. А дальше 5-4. Так, а близко будет стоять только антимаг, и фокус будет весь в этого антимага входить. Вот в чём проблема небольшая есть. Надо будет пройти через огонь, через деревья, через лёд. Нет, 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 именно в команде ДК. А, ДК, да. И при этом ещё куча, наверное, кентавров будет. Вот посмотрим, посмотрим. Кентавры, Урсы, Слухи. Много нюансов. С одной стороны, да, вот вроде бы есть бэтрайдер, который цепляет, нарезать будет пока только там антимаг, грубо говоря, даже вот средняя стадия игры, пока ещё Фурион не слишком запакованный. Хотя мы не знаем, как там будет Бульдог играть, через что, но я практически уверен, что это будет Аплатар Хекс. Бульдога свыше 80%. У них у всех винрейт 75 минимум. Нет, вообще за его карьеру. Ну, правильно. Они все как бы там свеженькие ребята в основном. Просто Бульдог как раз начинал свою карьеру именно с этого коллектива, насколько я помню. Только они тогда назывались No Tide Hunter. Было это, кстати, не так уж и давно. Но ребята действительно потеют, стараются. Смотрим. Причём все их так троллили, когда они назывались No Tide Hunter. У них был такой забавный логотип с мордой Tide Hunter вот из лобби банального, да, вот, когда вы играете. Иконка. И она была просто перечёркнута кружком. Ладно, последний пик для ДК. Последний пик для ДК. Шесть секунд, кстати, осталось всего у Бёрнинга. И кто же это будет? Shadow Demon против антимага. Хорошо заходит. Во-первых, да. Во-вторых, хамба опять из Жакира. То есть они саппорты могут ходить, чтобы пытаться кого-то цеплять, убивать. Да, там типа Disruption, лёд. И появляется сразу во льду. И Алхимик какой-то ещё, если рядом, то там, конечно, будет очень плохо. Стоять, если ему не поставят какие-то сентрии на обходе его. Да, да. Или же, если он не решит пойти лес пофармить. То есть в лесу ему ничего не сделают, естественно, в своём. Если, конечно же, ДК там не будут супердрайхардить, они могут. Они могут пойти в хард втроём. Могут пойти в хард втроём. Это тоже может сработать. Но против Чена идти в хард очень тяжело. И это ВР-очка для ГМа. Саппорт ВР-ка. Саппорт ВР-ка. Действительно. Показывает нам сейчас зал. Полный зал людей сейчас. Абсолютно. Вообще нету мест свободных. Я смотрю вот отсюда сверху. На два этажа балкона и выше нас. И то все забиты. Да, да. Я вот действительно смотрю сейчас, вот как мы тут. Да, нету, нету, нету мест. Действительно. Все забито. Очень круто. И разбирают героев. У нас интима Клода, Аки Чен, EGM Windrunner, S4 Batrider и Bulldog Furi1. Бёрнинг будет играть на... На Алхимике. На Алхимике. Супер в центре на Вивере. Ротека, я понимаю, пойдёт на версии Рифхард. И два саппорта. Да вот помни, что у нас была ситуация с точностью наоборот. Когда Бёрнинг играл на Вивере, а Супер играл на Алхимике. Что-то такое мы тоже уже наблюдали. В любом случае, вот как раз сейчас нам показывают эти плазмы, на которых видно, кто на ком играет. Супер такой, с жвалами. Ну и погнали. Так, EGM что-то предоставляет. Давайте поставим, наверное, всё-таки пока дефолтный ход. Погнали смотреть. Алхимик, Бёрнинг, РТК, Харлайн, Дарксир. Да, понятно, ММА, QQQ, два саппорта. Ну и Вивер забегает. Да, тут представление у нас идёт. Небольшой команд, и они отправляются в одну и ту же сторону сейчас с тычкой. Не знаю, будет или не будет. Если будет, то вот так вот посмотреть, конечно, ДК посильнее будет. У них куча боевых скиллов, есть чем цеплять. Да, пока что Альянсия послабее. Со стиками, либо с напалмом, чем вообще будет бесполезен, кроме как тычек с руки. И было бы неплохо, если бы они подрались. Хотя бы какой-то экшен в начальных уровнях. Это всегда приятно. Но они вот сейчас издалека друг друга увидят, и понятно... Ну, Альянсия будет отбегать. Да, да, ДК могут давить. Они будут стараться, но там опять же щит, стан алхимика, слишком много всякой вот такой неприятной ереси. Согласен, согласен. Так, ну и убегает у нас сейчас ВРочка. Убегает Лода. Аки здесь. Конечно, да, драки здесь, скорее всего, не будет. Смотри, блочится опять же спаун. Это что-то мешает, чем по максимуму. Это не первый раз, кстати. Мы очень часто наблюдаем, что вот... Ну, обычно, ну, именно с интрюхами ставят, потому что теперь есть только один стак вардов, которым они могут убирать леса. И смотри, они убирают и второй спаун тоже. Да, они тут вообще, я помню, в прошлый раз ставили вот здесь где-то вард, да, на нижний спаун. Помнимается старый-старый Ликантроп, когда он был с непорезанными волками, когда он мог изи-фармить любой лес. И тогда тоже были любители, которые забирали 4 спауна, обходили с собой в лочери пятую, но при этом Ликантроп побеждал. Посмотрим, получится ревакер. Ну вот, смотри, один спаун уже раз в лочери. Он на себе развардил, и надо идти ломать, искать второй. Ну вот со вторым, конечно, вот с этим вот нижним Сентриком будут серьезные проблемы, потому что его здесь очень сложно заметить. Его не видно, его тяжело найти. Да и он, собственно, наверное, ничего... На него, скорее всего, забьют. Он и не нужен особо. Да, да, вот этот, скорее всего, надо ломать. Самое главное, 2-3 спауна есть, и на 3 минуты, когда стоит Сентрик, потому что его ставили до выхода крипов, этих спаунов хватит. Ну вот смотри, сейчас забегают, проверяют, и... Это будет очень глупо, если сейчас вот этот вард при наличии Сентря не будет разбит. Нет, ЕГМ заходит. Сейчас ЕГМ зайдет, и на ту личность спауна нету, вот он стоит вард и ломает его. Отлично. Да, да, да. А в это время, посмотри, Супер на Вивере в Сентре очень сильно проседает за счет того, что Депрайдер... Поймал 5 стаков, и сейчас Каталитер просто начинает его нагнетать. Да, 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 да. Вот смотри, будет ли 6-й? Ай-яй, чуть-чуть. Не попадает, чуть-чуть. Чуть не попадает, действительно. Так, был бы 6-й, и у Вивера были действительно проблемы, потому что Шокуча очень большого кулдауна, он был бы практически не в состоянии нормально отстоять на своем лайне. Видимо, сейчас тут С4 проседает, ему не хватает одного крипа для бутылочки. Там Бульдог вообще в наглую подходит, просто нарезать, немного мешает отводить. Нет, Бульдог с пиньками очень грамотно все делает. Что он с ними только не делает. Посмотри, как он все грамотно делает. Он не дает вообще даже маленькие возможности крипам отвести, короче, крипов. Да, да, ну и вот Лода, конечно же, фармит. Лода на фрифарме, у Лоды все просто отлично сейчас. У него соло лайн, которым вот он стоит и больше никого. Да, да, он и крипы. Вот это любимая, я думаю, дуэль Лоды. Один в много крипов. Ну, обычно он побеждает. Да, были случаи, когда, конечно, крипы даже пытались как-то продамажить его, но... Сломать тавер, но, конечно, Лода, он не первый год в доте. Да, да. Крипы, конечно, намного опытнее, чем Лода, но им пока что это не помогает. Вот, смотри, поймали Бульдога. Бульдог здесь, скорее всего, умрет сейчас. У него нету маны. Его не зажало. А у него, да, нет, посмотри, у него все равно первый уровень. Возможно, я его добью сейчас нейтралы, и неужели это будут нейтралы? Да, это не First Blood. И Бердинг взрывается пеньками. Пеньками идет бить. Залпан первого уровня, можно было бы прилететь и подраться с ним. Конечно, можно было. У него нечем намазать, ему придется есть деревья очень долго. Ну вот сейчас он одно дерево уже съел, и второе там уже на подходе. У него там, правда, есть еще целых три танга. В общем, Супер продолжает у нас тут в миде. А, у него там 10 стиков, у Супера все хорошо. Вот он еще себе грейжный стик принес. И вот... Альянсы уже пушат ботом тавер. Да, Альянсы пушат. А вот тот самый фактор, по которому Вивер хорошо стоит в миде. Вроде есть Битрайдер, который его там унижает. Вивер Шукуча врубил и добежал до руны. Все. Руну он отжал, Боттл наполнил, там дабл демидж. Теперь у Битрайдера будут небольшие проблемы. Ну, он бегает 5-2-2 даже под 10 стаками. Да, то есть что ты с ними делаешь? Он всегда в Шукучах бегает там 5-2-2. Даже если вы его захиксили, и он успел в Шукуча войти, и Курица будет бегать на 5-2-2. Скорость это, если что. Вот нас Альянсы ДК встречались один раз на турнире G1 Лиги, и поэтому это такой... Вивер забирает Битрайдера. Ты посмотри, с дабл демиджем супер забежал. Воу! Как раз в тот момент, когда на нижнем лайне Лода пытался добить Тауру. Лода, кстати, не получилась добить вышку, добили ее гриппы. Они будут пытаться добить вторую вышку сразу, и это будет большой буст по голде. Конечно, конечно. И вот тому же Битрайдеру будет очень приятно, потому что будет даггер немного ближе. Правда, сейчас вот Битрайдер не в самое... Ой-ой-ой, ты посмотри, какие куски от него там отрывает супер! Джинни Татака, если еще одна с дубл демиджем пройдет, то это все. Сейчас кончится уже, и вряд ли он ударит еще раз. Дорсиро ушел вниз, видел, что он прогорел у него Тавров, что горит второй. Оставил Лиса. Будет стоять против Антимага. Кстати, ой-ой-ой, помигали на Фреона. Находят Бульдога сейчас. Нет, не находят пока, что Бульдог просто делает паук. Красавчик, не в ту сторону побежали ДК. А, нет, не делает пока ты паук. Пеньком чекает Бернинга, видишь, что Бернинг битый. Так, Бульдог говорит, ребята, мне бы сюда плюс один, мы бы им лица поразбивали. И будет ли этот плюс один Бернинг? Бернинг пошел искать. Да, Бернинг сел пока танго. Бульдог. Оп, здравствуй. Блокирует, блокирует Бернинга. Посмотри, что он делает. Боже, что делает этот Бульдог? Блин, я уже думал, Тавр сейчас переключится на Бернинга, потому что начал стрелять в его сторону. Но все-таки Тавр атаковал крипов. Бернинг тоже непросто, атака у нас просто так не жмакает на героев, поэтому все окей. Но Бульдог красава. Вот эти микромоментики очень-очень потеет Фурион. У меня мой Фурион сейчас остался в номере, я его с собой не брал, потому что он слишком мешает. В рюкзаке много места занимает. Плюшевый Фурион. Такой милый. Так, и Битрайдер уже сейчас будет уровень 6. Конечно, Виверу от этого ничего страшного, по сути, нет. Конечно, если вдруг на него не выйдет Верочка и не свяжет его, и не даст времени Битрайдеру подлететь, чтобы заласосировать. Но тут уже вылазка от ДК. QQQ и MMY заходят в центр, сейчас будут пытаться убить С4. Вот он уже лосов качал, пошел 6-й сак. Супер, там сейчас байтит. Такой милый, ай-яй-яй, мне плохо. Я не знаю, что делать. Но С4 улетает. Да, очень грамотно все делает. Тут еще и Аки подошел на случай, если вдруг его зацепят, для того, чтобы оттпшить на базу. Очень грамотно реагирует к саппорту. А Лода фармит. Конечно, по гриппам он уже на десятку обгоняет Алхимика, поскольку Фурион сильно мешает. Да, Фурион там все-таки пытается что-то делать. Адарсир опять ушел в лес. И пока он не вернулся, можно пойти попушить еще раз, забрать тавер. Единственное, конечно, в чем разница ДС и Фуриона, то, что левел намного больше у ДС. Сейчас он уже почти 6-й, в то время как Фурион только недавно 4-й получил. И... Ну, оно того стоит, мне кажется, потому что Фурион в половину уже с... Ну, просто Фурион, да, Фурион свое вынесет. То есть он там пойдет, полетает, подпушит где-то вышечки там туда-сюда. То есть сможет себе подмошнить лишнюю денежку. А вот ДС будет уже немного посложнее. Смотри, сейчас С4. И проблемы будут сейчас у С4. Да, подлетает Джакира. Хороший... Ой-ой-ой, льдом промахнулся под кизрапшенную цель. Лоль. Это, конечно, провал. Сейчас, конечно, волнуется. Ну, вай. Что-то такое. Да, немного не попал Джакира и... Пенек куда-то пошел. Просто куда-то пошел Пенек. И не будет отводить крипов, чтобы было не пушиться так сильно. Может быть. Да, и смотрим в С4. Холл Позишн. Да, просто задержал немного мобов. Так, и Бэтрайдер. Бэтрайдер уже почти уровень 7. Есть у него хорошо, кстати, подвышкой вот ему тут крипов бить. С таким количеством зарядов. На враге там третий напал. Каждый тик дает 20 экстра урона. И 20 экстра урона также залетает от Фаерфлая. В общем, ДК сейчас залетают у нас на топ-тауэр. Будут пытаться его спушить. И попытка у них будет, я думаю, удачная. Альянс. Что же буду делать Альянс? Ага. Ротэка. Стоит пока в центре. Акки зацепить нечем. И Бульдог тоже пока спокойненько себе дает. Акки сыграл 99 игр на чене. И стата больше, точнее лучше, чем у любого другого профессионального чена. 80% винрейт у Акки. И это его, кстати, юбилейная сотая игра получается. Ну, хочется так, да. И Алхимик у нас забирает тавер на топе. И, видимо, судя по кольцу, он тоже будет выходить в Баттлфури. Как и антимаг. Так, ну и дальше-то у нас... Ага, алхимик, если будет в Баттлфури, это уже будет крайне любопытно. Он будет выходить Бернинг. Ну, если открыть на творство, у них пока вот просто назряв-назрю, невзирая на медальку. Да, да, согласен. Там третья медалька есть, там просто лода. Но, опять же, Алхимику чуть-чуть мешали, лоде не мешали. Но разница между ними там в 7 крипов. Это немного. Как раз-то вот медалька примерно и компенсирует потери от Фуриона. Ну, это учитывая, что еще Тавр забрал Алхимика, а Лода Тавр не забрал. Да, да, так что там тоже буквально, сколько там, 130 вроде лишних или что-то типа того. Что-то типа того. Дается. Ладно. С4 тем временем полторашку уже вынес. И скоро будет Даггер у Бэтрайдера. У него, кстати, маунт забавный. Батмиллион. Такой на хамелеичка похож, только летающего. Так, ЕГМ у нас тем временем покупает себе Транквил Буцы. И пятого уровня. Арканы же. Ой, да, Арканы, Арканы. И Мидас появляется у Бульдога. Все не так уж и плохо у Альянсов. Это учитывая то, что Бульдог стоял в хардлайне почти все время. То есть только там пытался как-то мешать противнику. И вот у него Мидас на девятой минуте. Это неплохой показатель. Супер почему-то куда-то бегает. Он сейчас пытается, наверное... Вообще не понимаю, что он тут делает. Почему-то Супер вместо того, чтобы фармить лайн, бегает по чужому лесу. Просто бегает. Не знаю, может ему нравится бегать по чужим лесам. Че-то он убьет. Вот он Супер. И тут же Сентрис. Как они вообще это делают? Вообще, что происходит? Это тайминги. Это понимание того, где находится противник. Да. Так, ну и С4. 1900 уже. Очень хорошо появляются деньги у команд. Так, так, так. В центре уже много игроков команды ДК. Еще и Ротека ушел на базу под Регеница. Есть у него 1600. То есть до Мекки там тоже, кстати, остались копейки. Дарк Сиру. А Лода продолжает пушить. Да, 100 золота не хватает ДСу до Мекки. Лода уже левел 8. И что там у нее? В курице есть уже? Да, в курице у Лоды уже есть клеймора. Смотри, есть ТП. Но Лода уходит с блинка. В общем, вот эти выход, вылазки от ДК на антимага, мне кажется, они ничего хорошего не принесут. Надо пытаться другие драки побеждать. Потому что Лода, он что? Он уйдет в свой лес. Он уйдет там почти под базу. Он что-то придумает. Да, он что-то придумает. То есть его ловить практически нет смысла. А вот попытаться... Через шедоу демона. Но это надо очень-очень-очень как-то, я не знаю, даже отвлечь внимание. Ну, чтобы Лода просто потерял бдительность. Потому что сейчас мы видели, да? Он видит, что кто-то хоть чуть-чуть начинает более-менее агрессивно действовать. Сразу же блинкаут. Ушел. Ну, смотрю, в общем, качает Монобрейк на единичку. Потому что если на него нападут, чтобы иллюзии не выжигали ему к ломану. Тут нас Супера сейчас поймали. Отлично, через танк Кентавра забирают этого пацана. Хороший минус от Альянс. Вот просто появился даги Робит Райдера. И тут же его идет реализация моментально. Ну, конечно. Но это же не какие-то там мои олоши. Есть также пауза. В это время появился Батлфьюри уже у Алхимика. Так, да, вот вроде бы все уже хорошо. А, нет-нет-нет-нет-нет. Еще паузу просят. Вот, я вот смотрю сейчас на команду ДК, чем они занимаются. Вроде бы все уткнулись в компьютеры. Вроде бы проблем ни у кого нету. Правда, вивер серый. Совсем серый. Ну и мы продолжаем. Да, гоу-гоу-гоу. Поехали. Да, кстати, просили иногда показывать фэнтези-поинт, команд, кто смотрит нас именно на стриме, а не в Дота ТВ. Друзья, вот, пожалуйста, будем мы иногда, я думаю, раз там минут 15 проверять фэнтези-поинт. Там в начале, в середине, ну, в начале смысла нет. Вот, кстати, смотри, поймали сейчас антимага. В этот раз, конечно, проблема у Лоды. И Лода делает друг кауз. Успевает. Есть вот подкил атаки у Лода. Вот то, что монобрейк на единичку. У него осталось моно, осталось хп из-за того, что его жалюзи его не продамагали. Даже за вот эти дизейблы. Да, да, это очень-очень грамотная тема. Понимает он, что при наличии шеду-демона у команды противника, монобрейк ему сейчас будет дороже стоить, чем то, что он сможет нанести противнику. Ага, ты посмотри. Вот так даже, да, действительно. Так что, оказывается, не один раз они свапались с Супером, а постоянно, постоянно Супер стоял в миде на Алхимике, а Бернинг фармил на Виверке, Виверочке. Ну, или на другом каком-то герое. Ну, это не от того, что его постоянно пикает команда ДК, просто постоянно. Ну, и где они сейчас, то есть, значит, Алхимик был... Они в мидерах, где еще? Да, и был результативный этот Алхимик, вот о чем это свидетельствует. Так что тут все очень-очень напряженно сейчас, но вот то, что дали Бернингу Алхимика, это, мне кажется, такой, знаешь, уже такого козырного туза просто кидают сейчас ДК, и если он не сработает, то... Ну, почему-то Алхимик пошел в Хард. Что, они хотят запушить Тауэр? Да, сюда же подходят, что Демон, Вивер, Блинг и Дрэгон, ДС, и в пятером собрались, и будет ли команда Альянс реагировать, или же заберет в ответку Тауэр в центре? Вот у Альянсов двое в смоке. Они сейчас никого не видят на карте, вообще никого не видят, и только вышел Алхимик снизу, они его сейчас спалили, остальные в смоке стоят за его спиной. Ну, вот сейчас забегает иллюзия антимага. Байтит, байтит. Ну, так как смок не пропал, поэтому сразу стало понятно, что это не настоящая АМ, и никто... Вот, 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 сейчас вот там побили немного крепки. Ну, значит, это иллюзии тоже, там, шороху наведет, а где проп отведет. Да, ну, вот есть EGM, есть EGM. Суперинтересно, спалил EGM или нет? Ну, если с него смок упал, то как минимум спалил, что кто-то рядом был. Да-да-да, ну, вот QQQ заходит первый. Ну, вот, в сегодня время таймингов у нас 16-40 для антимага, 15 для Алхимика и для Battle Fury. И у антимага пока нету, а у Алхимика уже есть. То есть, Бернинг выфармливает больше, причем у обоих есть ПТ. Скажем, они оба фармят, да, чуть лучше, наверное, чем средний, потому что антимагу там чуть-чуть осталось до Battle Fury, но Алхимик, конечно, сейчас очень сильно перережит. Сейчас это раме, как бы, лода пушит топ, ему нормально, у него вся команда остальная пушит центр, то есть два лайнер-фармиться. Идет центр ТП, пытается отдэфить вышку после того, как доломали Тавр снизу. И что, успевают? Видимо, успевают, но они не смогут денайть Тавр. Да, Тавр еще, кстати, не денай был, действительно, не хватает 13 хп для того, чтобы можно было уже его добивать. А червеная вышка в пользу пак АДК, смогут ли они с этой плюс-тищей хотя бы что-то сделать? И вот он хочет идти на топ, на лоду. Он же один там, понимают сейчас альянсы, что телепоты были потрачены. Тавр делает вид, что он уходит. Да, да, типа я боюсь. Сейчас вернику надо бежать, потому что если антимаг остался, значит, кто-то рядом есть. Да, и тут уже все рядышком, на самом деле, обходят уже. А серепорты все остальные делали в центре и не смогут напасть. Именно, именно так, это огромная ошибка АДК. Там Бэтрайдера цепанули. И Кентавр успевает перед смертью топнуть. Хорош. Альянсы просто давят. В то время в центре вышли Сенвиза и цепанули Бэтрайдера. Вивер также забрал Венератор, хорошо, за вышечки под щитом. Один в два-то размен достаточно неплохо, конечно, неприятно. Зря остались в центре, я теряю. Очень зря. И вот эта ошибка, она действительно была от команды ДК, потому что они действительно потратили все телепорты для дефа МИДа. И прекрасно должны были понимать это Альянс, что сейчас никто не прибежит. А если и прибежит, то это будет очень долго. Потому что обходными путями будут стараться как-то подходить ДК к своему товарищу. И появляется Бэтрайдер Фьюрио антимага. Очень много закупок. Шеду Демон у нас уже с урной. И будет очередной ганг от Альянс сейчас. Потому что есть Смотевич. Виверочек все продал, что у него было. И купил Просеверенция. Это будет выход в линкенсферу. Но тут линкенсфера имеет место быть, потому что много таких неприятностей. Бэтрайдер. Самое главное это Бэтрайдер. Конечно, конечно, Бэтрайдер. И если что, там антимаг может шваркнуть. Что тоже достаточно неприятно. Но в любом случае и от Бэтрайдера, и от антимага это спасает. Но, конечно же, да. Бэтрайдер сейчас очень неприятный товарищ для Супера. Просто для Ленки еще минут 5 фарма. Как минимум. И Бэтрайдер может не дать ему этого времени. Вот, опять же, пошел Смок. По всей команде Альянс. И они куда-то выдвигаются. Лода все еще фармит топ. Берн улетает в центр фармит. Причем, дав у него грипов там еще достаточно было. И Смок. И тоже Смок. Это нормально. Как они это делают, опять же. У дураков мысли сходятся. Есть такая поговорка. Это не про эту игру. Отлично, крепы палятся. И раз они спалились. Значит, кто-то там есть. И Альянсы должны... О, тут Центрик стоит на хайграунде. Если сейчас пойдут за Альянсами наверх, то спалятся уже ДК. Причем конкретно спалятся. РОТК спалился. Вышел на Крепа. Да, да, да. Все, вышли, вышли, вышли. Все, все спалились уже здесь. И Альянсы это знают. Залетает С4. Будет сейчас прыгать. Да, ловит Алхимика. Утаскивает его через Клифф. Не будет Бернинга в драке. Просто не будет. Залетает еще сюда Адмирал Бульдог. Отличная стяжка. Но тут еще и деревья ставятся. Нарезает Антимаг. Щелк. Минус один. Минус два. Минус три. Алхимика все еще живой. На него настакивает. Четыре в один. Четыре в один. Очень сильно. И не успеют самых толстых Крепов съесть. Которые остались, пока Алхимика фармим. Да, два больших Крепка. Это вот как раз... Но это лишний артефакт для Лоды, который... Громаящего. Да, это почти что Яша. Воу, ты посмотри. В центре зацепили Вивера. Да, как хорошо играет Альянс. Ты только посмотри. У него нет пока таймлапа. С4 не может прыгнуть из-за того, что на нем Жук висит. Но... У него нет и ульты, поэтому иметь не смысл туда прыгать. Потому что можно просто добрать центр. Смотри, телепорт. Телепорт центр. Да, собирают. И еще все еще улетят. Там скорее Дривер, так и это не выщит. Скорее всего, Аки будет грустно. Но Игем должен вязать. У него есть связочка. Проблема в том, что Аки просто сейчас сгорит. Да, супер. Даже выйти не успел из Унвиза. И пауза. Сверхная пауза. Что же они так любят-то эту паузу в драки ставить? Я не знаю, в чем там нет дела. У Игема проблемы. Нету Минрана. Еще 11 секунд. И он сейчас либо вяжет грамотно, либо умирает. Ну, я вот не знаю, в чем дело. Смотрю сейчас на камеру, где показаны китайские игроки. Они там просто сидят что-то. Вот админ говорит. Дружаня, вот F9. Нажал и побежали. Только во время матча этого делать лучше не нужно. Ну и Alliance. Alliance напряжены. Они понимают, что против них играют не какие-то паберы, а действительно сильная команда. И ДК это демонстрирует. Потому что Вивер под Эйншелом, как мы видим, достаточно сложная цель для Альянса. Заходит целая пачка админов сейчас в будку к команде ДК. Смотри, вот сейчас они быстро... Они монитор меняют. Серьезная проблема? Да, вот. Снимается один монитор. Быстренько ставится второй сейчас. Подключится туда пару кабелей. Питание и выход непосредственно HDMI. И игра должна будет продолжаться. А ты спрашиваешь, почему он так мигает часто? Ну, в смысле моргает. Монитор? Нет, вся Уэйт или кто там у них моргает. Постоянно. Такой блым-блым-блым-блым. По три раза в секунду, наверное. Мы с тобой видим три раза. На самом деле 60. Просто каждый кадр отдельно обновляет, да? Ну что, чтобы без одержки картинку воспринимать. Как у тебя, кстати, карточки? Ты кого-то подписал? В смысле? Карты. А как можно подписать? Не, ну, подходишь к игроку, он тебе подписывает. Зачем? Ну, это элитно будет. Например, карта Фуриона с автографом Адмирала Бульдога. Как тебе такое? Или карта Лондруида. Нафиг не надо. Ну, а толку от них, как от таковых, тоже не слишком много. Что так, нет, что так, нет. Давай я лучше распишусь на всех, кого там нет, выставлю. Короче, бесполезно с тобой разговаривать на эту тему. У меня есть... Вот нам как раз подсказывают сейчас Fantasy Team. Вот я тоже вам открою график. Правда, у меня здоровенная табличка Game is Posted. А, ну, на стриме тоже. Как ты можешь вот так вот включить Fantasy Points на клавишу? Нет, нет, нет. Тут просто хорошая стата как раз. Вот за что, сколько, чего дается. Вот за смерти, например, С4 минус 2,8. За киллы 1,6. За ласт хиты 0,6. За ГПМчик 2,9. По ГПМчику, конечно же, лода пока впереди. 5,6. Fantasy Points ему дается за это. Посмотри, какой показатель у РОТК. 8.699. Прям вот до тысячных обновляются. Чуть-чуть не дотянул. Чуть-чуть. Да, да, да. Но у меня уже это выражается как 8,7. Ну вот за смертью сейчас больше всего Fantasy Points лишаются. Наибольшего количества Fantasy Points. Это С4 2,8 и Admiral Bulldog 2,8. Но Admiral Bulldog успел хотя бы пару фрагов сделать. Поэтому 3 и 2 Fantasy Points он имеет. Я понимаю, у них там у С4 1 фраг. У Admiral Bulldog должно быть 2. Да, именно так. Именно так и есть. Вот по 1,6 Fantasy Points дается за каждый фраг. Да, серьезно. Так у нас смотри, как получается, что бодрайдер уже купил себе форстаф. И теперь он в драке может вытаскивать соперника вообще. Вытащил, уехал, вытащил, уехал. С того света просто вытаскивать. Единственная проблема сейчас это то, что нету БКБ. Может Шаду Демон успеть. Может не успеть. А если про 15 Шаду Демона? Ну а зачем? Толку никакого, но зато он тебя не спрячет. Ты правильно сказал, что толку никакого, но не спрячет действительно. В общем, пока что цели есть более хорошие. Это, конечно же, Вивер и Алхимик. Но у Вивера пока там линка есть или нет? Я вот не успел заметить. Нет, пока еще нету линкенсферы. Но до линкенсферы еще не слишком много там осталось. Будем наблюдать за тем, все-таки, кого выберет приоритетной целью С4. Можем пока еще график по деньгам открыть. Увидите, что в паузу уходит у нас преимущество. Но это, конечно же, свидетельствует о том, что разница предельно мала сейчас по деньгам. По опыту так же. Нет, по опыту. По опыту ты посмотри. Я уже думал, что и по опыту фигня происходит. Но мы видим, что 5000 впереди команда Alliance. И мне интересно сравнить. Кто же... А, ну, это Лода. Лода на антимаге. Битрайдер тоже 11. И дальше у нас кто? Дальше у нас идут два суппорта команды Alliance. Это Аки и ЕГМ. Которые оба восьмые уровни. В то время как Джакира и Шадоу Демон. Он же QQQ и ММУАЙ. Они всего лишь шестой и пятый уровень. В общем... Я просто не совсем пойму. А если у нас по NetWars сильная команда Alliance ведет... Не ведет? Вот по NetWars. Но она не сильно ведет. 600 в пользу Алхимика. 100 в пользу Бэтреддера. 500 осталось разницы. 700 в пользу Фуриона. Это уже сильно в плюс. И Сапорка... Так Алхимик же не за них. Так вот, Алхимик вычитаем антимаг. Ну да, да, да. 600 минус. Стотка из этой даблы выходит. 500 разница. 700 отсюда. 200 разница. Уже в пользу Alliance. И здесь еще по 1500 примерно нарыло. А при этом перевес по Галде 0. Ну возможно еще графики не обновились. Кто его знает. Ну вот же 25,550 на 25,420. Ну я понимаю, понимаю. То есть как так вышло? Сейчас мы выясним. Сейчас пройдет секунд 10 и посмотрим. Просто Planet World сейчас именно Alliance впереди тысячи на... Получается почти что три. Так, ну и пауза. Что там? Я смотрю, проверяют сейчас мониторы туда-сюда. Да, вот как раз показывают нам сейчас будку Alliance на главном стриме. Не знаю, почему у нас не показывают. У нас просто пауза стоит. Ну и ладно, я опять открою Fantasy Point. Я пока что не могу почитать, что вы там где пишете. Ну ладно, пишите там в Twitter, подписывайтесь и так далее. Мне интересно там, как моя ставочка заедет или не заедет. Я вообще поставил, что ДК смогут отжать одну карту. Экспрессом поставил или так? Ну конечно экспрессом. Это грамотно. А второй матч какой? Ну Navi, Тунгфу, но там мне кажется 2-0 может быть. Ну опять же, учитывая то, что это... А с эти пожарные ты поставил? Ну учитывая то, что это экспрессы, то коэффициенты перемножаются и соответственно шанс, ну точнее выигрыш больше. С доллара выиграть 100 у тебя большой. Да, да. Я так понял. Так, и продолжается игра. В общем, да. Эх, не вяжет и сейчас будет хорошая сеточка атаки, но есть ускорение. Ну смотри. Там стики, есть тоже стики, три. Ах, умирает, умирает EGM и супер, зарабатывает очередные фэнтези очки. Да, так вот, там сейчас, я уверен, пойдет миллион вопросов по поводу того, где, что и как. Там на EGaming Betsy ввели сейчас экспресс ставки. Там даже на каждую карту отдельно можно ставить, то есть там вообще с одной игры можно неплохо вывозить. Да, если вы вдруг ванга-стайл отлично умеете демонстрировать и следовательно угадайте исход боев. Ладно, все, завязываем с этими ставками, а то сейчас еще про Dota Lounge вспомним. Я уже, кстати, там тоже давненько не был, но может быть стоит забивать. У меня животные сгорели, я забыл их забрать. Да? Да но, а сколько там у тебя хоть было? 24. Сейчас просто... Команки. Не, ну это потенциальных там одна-две анкоманки, ты не забывай. Ты недооцениваешь мои команки. Была пара рарных старых. Ну да ладно. Ну ладно, ладно. На самом деле не убудет. Так, в общем, Loda. Loda уже почти 14 у нас имеет. И Loda себе сделал почти что манту. Ему не хватает 2000. Учитывая, как он фармит, это минуты 4. Ну, вообще да, да. Открыть GPM, а то есть сейчас GPM Alchemy 600, а GPM Loda 500. Да, практически 5 сотен выбивает Loda у нас за одну минуту. И вот он сейчас на этих henshin так постарается все-таки довести этот GPM действительно до отметки 5 сотен. У него это почти получается, да. Да, и есть Мега у Чена. Да все, можно сейчас идти попытаться. Опять же, вот Бэтрайдер есть. Даггер, Форстап. Все, увидеть. Вот даже этого же Джакира просто нырять и убивать. Просто если он подставляется, значит он здесь не один. Да, да, да. Хорошо. Цепляет С4, хорошая стяжка, станет Алхимика, а С4 отправит на базу, успеет улететь. Много потратили здесь ДК. Еще стеночку потратили. Два ульта, очень хороших ульта. Это Магропира, стенка, потратили только что команда Дикей. Причем МОВА чуть не умер. Да, да. Ну что ж, неплохо, неплохо. А Loda, по этому времени все фармит. Именно так. И каждый вот такой выход, он продлевает игру там на 2 минуты, на 2 с половиной. Просто один антимаг против и Вивера, и Алхимика. Причем Алхимика, который фармит лучше, чем твой антимаг. Это вот знаешь такое. Надо именно сейчас какую-то грамотную драку намутить, чтобы сбросить эту разницу в ГПМе. Да, вот как раз Альянсам нужно попытаться сейчас хорошо залететь. И они это делают. Они это делают. Желудемон умирает, курица умирает. Да, курицу сейчас пытаются добить, курицу уводят. Он хорошо сэйвит курицу. Он плевать хотел на себя, он засэйвил куриера. Красава. Красава Shadow Demon сейчас. Ну, либо кто-то другой. Ку-ку-ку просто лучше. На самом деле, действительно, куру засэйвили. У нас проснулись корейские комментаторы, которых вы можете слышать за нашими спинами. Факер с такими глазами по 5 копеек к нам подошел. Мы у корейца. Это его шалфей внесет. Знаешь, как пахнет шалфей? К сожалению. Я вообще не отстреливаю. Я знаю, что это такое, но не отстреливаю, как он пахнет. Ладно, смотри. Альянсы идут пушить Тир-2 сейчас, слышишь? Не только что бить, что-то демона. Антимаг продолжает его давить. И БТ-эдр остался с ультой. Поэтому сейчас он грамотно запалит соперников. К тому же ему поставили вар. Смотри, смотри. Сейчас Вивер... Но Вивер с ДД, он тоже придет сюда. Интересно, успели ли это заметить Альянсы? Я, конечно, сомневаюсь, что они постоянно смотрят на руну. Так почему нет-то? Он в инвизе. Посмотрели. А, ну возможно, возможно. Смотри, F4. Значит, F4 уехал. Уехал. И Вивер начинает ломать варды и забегает, забегает с дабл-демажем. Ну, кстати, смотри, у F4 сейчас серьезные проблемы. Какой будет пробивать-то? Надо наверх улетать, пытаться. Верка быкует. Смотри, Верка байтит на себя. Иега ему летает. Как грамотно тут делает все Альянс. И пытается уехать. Нет, какой ужасный урон. Вивер с дабл-демажем. 200 урона. Джейминит атака. Это слишком много. Еще и Урсу теряют. Еще и всех здесь потеряют, на самом деле, питомцев сейчас. Аки. Тролль там показывает чудеса доджинга. Боже, этот Джокиров сейчас смотрит и думает, какой же я не очень. Тролль, красава, на самом деле. Просто шел-шел, остановился, пропустил перед собой дуал-бресс, побежал дальше. Все нормально. Аки просто красавчик в этом моменте. И гем появляется у Бутрайдера. Так. Кстати, вот нам фэнтези-поинты там сейчас подсказывают, что ДК и Альянс единственные на турнире команды, у которых целых три игрока входят в топ-12. Вот, смотри, прыгают на РТК. Сейчас ульта просто. 613 урона с ульты залетело вроде как. И сам антимаг уходит. Потому что тут у него уже третий монобрейк. Там уже можно нормально нахвататься по лицу. От своих же иллюзий. И у Вивера появляется Минкан. Лучше не подставляться. Вот теперь Вивера будет цеплять уже намного сложнее. Потому что Линкан летит уже Манта Стайл и 400 галлы сверху. Хотя ГПМы растут как виндрожьяк. Что у него, что алхимик и Вивер после бега даже по чужому лесу нагитает. Да, просто если Вивер находит какого-нибудь Чена, даже Виндранер, то есть он уже им будет нормально от куски отрывать. Просто Чен вряд ли убежит, если он не будет с хорошими крипами. Да, да, да. А вот Верочка пытается как-то там скрыться. Может быть, Шеклами пооткидывается там на Виндране. Но опять же Вивер опять 2-2 бегает. Ему, в принципе, кофиг на то, что ты там и куда ты хочешь убежать. Гем также у Дарксира. Какие тайминги, опять же? Тайминги просто великолепные. У одних гем, у вторых гем. Те пошли ломать ворды, те ломать ворды. Там смолк, там смолк. В общем, очень грамотно играют оба коллектива. Я, например, влюблок делает после Штоблэда еще и орчит. Не Хекс. Это, кстати, удивительно немного, но... Ну, просто он сделает и Хекс, я понимаю, и орчит со временем. Ну, конечно, конечно. Сейчас они фармят лайн, будут пушить топ-2. А тут уже ломается Рошан. Бэтрайдер здесь, EGM здесь будут мешать максимально. Хорошая бочка, Джанг не закинула. Чуть-чуть не хватило, действительно. Еще ульта заехала. С4. Ой, линку сбили, линку сбили суперу. Но, кстати, Бэтрайдера тут чуть ли не засейвили. Там форстант есть, так что все хорошо. Эти хедрайдер тоже заливает. И что же, смотри, у нас чуть не умер ММВАЙ. ММВАЙ действительно уходит на 190 кп, а там уже на топе просто пушит лодо сейчас. Лодо с Мандастайлом. Прилетает Бёрнинг. Хорошо, стан в Иллюзию спустил. Да, спустил на Иллюзию только что Бёрнинг. Все, еще за всей маной нет. Чуть-чуть раньше он убивает Иллюзию. Так, ну и смотри, прилетает Фурион. Фурион прилетает в чужой лес. Его видят. Прямо на вард. Да, да, да. Конечно, надо Бульдогу отсюда уже бежать. Так, и что он? А, и Латар потратил. Да, 13 секунд остается. Его сейчас, скорее всего, найдут. Да, у него нечем улететь. И там есть гем. И там есть гем. Именно так. Бульдог здесь, скорее всего, погибнет. Сейчас закрыться, как-то попробовать. Не-не-не, без вариантов. Вот, конечно, этот вард очень грамотный был от команды ДК. Реально, очень круто сделали. Ну, альянсы врубили свою слепуш-страту. И уже подпушивают Эдва Табра на ботомлайне. Да, неплохо, неплохо подрезает вышечка. Вроде, да, многие могут сказать, что вот да, там Лода пришел, иллюзиями 50 КП Тауру снес и так далее. Вот Таура не регенится. Он там подошел к 50 КП, там 150 КП подрезал. Там сам подошел пару раз, рубанул. Тоже нормально, может, где-то снял. Там на секунду забыли про него. Он вообще пол-вышки запилил. Ну, там не на секунду, я думаю, вы поняли, о чем я. Но факт остается фактом. То, что эти Таура, которые внешние, они рано или поздно упадут. И скорее рано, еще поздно, потому что Лода с 3 тысячами. И скоро он купит себе следующий артепакт. Отлично, с Хорстафа снял ему линку и начинает добивать. Да, есть Шекл, это минус супер. Гениальная игра от Альянс. С4 настолько быстро. И ЕГЭМ еще уходит. Без маны? Да, вообще он без маны, он сейчас абсолютно бесполезен. У него даже на Лотар нету. И Ротека тоже без маны сейчас. Отличный ульт. И Бульдог уже с руки. Стиль Аэгис у Ку-Ку себя прячет. Надо его добивать. Так, резец и Берлинг сразу же ультит. Есть у него. Подбегает с Кемом. И спускает на Бульдога. Хорошо впадает у него минус Бульдог. Быстро. Но тут поджимают Альянсы с другой стороны. ММА, лоу-ХП. Ротека тоже лоу-ХП. Берлинг подходит. Залетает на него Шекл. Правда у Берлинга сейчас много, слишком всего. Прыгает дальше Антимак. Отлично подрезает самые слабые звенья команды ДК. И остается здесь только Кю-Кю. Берлинг успевает убежать отсюда. Получилось, что размен 4 в 1. Три фрага и минус Айгис. Минус Айгис. Какие жесткие эти Альянсы. Эта драка, это что-то с чем-то просто. Ну что же, готов Форстафову Эрочки, Арканы у Чена. Крепые у него просто царские, десеточки одна за другой, когда нужны были. Тут знаешь, вот очень круто то, что С4 настолько быстро залетел, сбил Форстафом. И успел кинуть ульт. Да, ну смотри, заходит Алхимик, правда, без стана и... Егэм. Ой-ой-ой, не очень хорошо спятался. А тут же у Бтрайдера есть лассо, но он не будет его тратить, скорее всего. Нужно отступать. Потеряли Егэма и надо отходить. Тогда Тавр, конечно, жалко не забрали. Ну что ж. Ну смотри, сразу же, моментально Форион делает ТП на топ и начинает пушить верхнюю линию. Лода БКБ. Кстати, как там дела у Алхимика? Алхимик тоже выходит в БКБ. Там пытаются на Таки, и похоже, что у него большие проблемы. У него есть Мека, но Супер продамагивает на ура. Смотри, какие тычки просто откусывает он на Таки. Ну сейчас будет Мека, а тут же... Алхим взрывается, и что же, будет драться Супером. Ой, да ладно, там чуть Суперу не сняли башню. Алхим чуть-чуть буквально не достал, так как обидно для него, наверное, получилось. Ну вот, выходит Лода, получает там джиминит атаку. Ему, конечно, не особо больно. Бульдог там уже на топе. Алхимик уже тоже почти с БКБ. Но, опять же, БКБ от Лассо не спасает. И это тоже нужно помнить. Фурион с Орхидом. Причем Орхид классная тема. Того же Дарксира, если вовремя заткнуть, то драка будет, ну, уж очень суммурная. В разы легче. Конечно, конечно. Ну, просто можно было бы собрать тот же Хекс, и чуть-чуть дороже, который точно так же затыкает Дарксиром, не зависит от того, что у него есть. Только с этим Хексом можно было бы так же и убивать и Алхимик, и Вивера, и любого другого героя. Да, можно было бы фокусить там все дела. Разница только в длине дизейбла. То есть Хекс, по-моему, 3,5 секунды, а Орхид вешается на 5 секунд. Ну, в общем, Бульдог решил так. Я думаю, как опытный Фурион, он имеет право, скажем, последнего голоса, потому что именно он там сидит. Я просто уверен, что он теперь еще и Хекс соберет, и будет у него такой дизейбл одного, дизейбл второго. Он делал так вчера, будет делать, я думаю, и дальше. В этот раз, Варри, грамотно уже просто закрывается от Урс. Не знаю зачем, но вышло норм. Так вот смотри, там еще пеньки за ним тоже по всем возможным линиям вдруг где-то подойдут. И Бульдог убегает, вот научился. Это то, что опять же говорит о быстрой обучаемости персонажам. Один раз его убили, и я еще раз напролечу, но теперь уже попробую вот так вот фармить. И в этот раз у него все получилось. Да, да, да. И пока эта стратегия не даст сбой, он будет фармить, 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 фармить. Именно, именно. В общем, ДК. Давайте посмотрим графики опять же. По графикам, ты посмотри там, что по графикам. По графикам просто пульс. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Это еще пауза, которая такая, знаешь, в первой линии. Видимо, у пациента случилась остановка сердца в тот момент. По Галде, вот видно, что Альянс каждый раз уверенно все выигрывает, 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 выигрывает. Но Алхимик за счет монетки его возит просто этот график вниз. Да, и вот Лода. Лода левел 18 уже, ничего себе. Хотя Алхимик там тоже недалеко от него ушел. Они там примерно вот левел в левел идут. С разницей, конечно, с разрывом в уровень. Ну и Лода. БКБ есть, Монта есть. Вот этот запак нужен был вчера Иллидану. Иллидан только с таким запаком. Надо успеть держать ДКБ. Успеть должен, да. Вот он, Лода с ДКБ. Пошел драться, просто пошел драться, скидывается. Демоник Пурдж, слишком сильно, слишком сильный дизейбл Демоник Пурдж. Надо убегать Лоде. Сильно его пробивает сейчас, и Лода делает блинкаунт. Да, но они еще убили курьера в этой драки. Они вроде как все живы пока что. Там бегут за драки, но... У него мека есть. Все круто, все здорово. Да, все живы, а Бульдог уже кушает центр. И, опять же, потрачена стенка только что была. То есть сейчас можно попытаться пойти подраться. Ну и дебник лучший, рейдж и прочее, прочее, прочее. Но там просто кулдауны уже маленькие, а вот стенка небольшой. Алиасы ничего не прижимают. В этом-то все дело. То есть они знают, что они сейчас и вейдят драку. Они не будут откидываться чем-то нужным, чем-то важным. Они оставят это на потом. Именно, именно. Они знают, что сейчас они разводят. Они уже знают, что сейчас нету стенки. Они просто завязали смог и пошли нападать. Он будет сейчас высказать. Это уровень, это новый, это высокий уровень игры в доту. Понимание того, что наличие или отсутствие той или иной способности дает вам преимущество в сражении. Патрайдер подсвечивает. Да, он видит. Он видит. Но надо цеплять РТК. Да. Хорош. И вывезет его вниз. Успевает, успевает вывезти. РТК еще и связан. Да. И минус РТК. Очень грамотно. Не помой, что еще не шон грамотно его вытащил. Так они еще и гейм вывели. Понимаешь, это был герой с геймом. Да. Преимуществ сейчас очень много у Альянса. Бульдог ликует. Просто ликует со своим Шотовблейдом. Кто мой? Рожда ви говорит своим пацанам. Он просто дает руку так на стол. И так. Ты посмотри так. Такой. Окей. Найс. Найс. Красавчики, пацаны. В общем, С4, там, Даггер, Фореста, бла-бла-бла. Давайте, наверное, посмотрим, что там у ДК. Что они дальше будут собирать. Курьера у них нет. У них, кстати, в Курьере ничего не было. А Лода сломал Т2 Тавер снизу. Просто пошел и сломал. Да. Его 3 600 сверху. Лода там фармит очень круто. 777 гпм у Алхимика. И как-то у Алхимика не так вот все круто выглядит в драке. Потому что ему чего-то не хватает. А ему не хватает каких-то дизельных в команде, с помощью которых он смог подойти и бить противника. Ну, опять же, вот та комбинация, да, про которую я говорил в начале, ДС со станом Алхимика и с Джакира, она сейчас вообще не была реализована практически ни разу. Ты не можешь ее реализовать, потому что партнерик не стоит вместе вообще. Да, да, да. Вот в этом проблема. Один влево, другой вправо, прыгает туда, прыгает сюда. Все кого-то откуда-то бьют и никак их не сцентровать. Согласен, согласен. Правда, у Алхимика уже есть 3 700. И что, Тарасочка, наверное, нужна ему. Очень сильно нужна ему Тарасочка. Сейчас должен купить Тапу. А, не должен он ничего купить. У него просто на байбэк тогда денег не останется. А мы знаем, что ДК не из тех ребят, которые воюют без байбэков. На самом деле, тут уже любая бы команда, более-менее грамотная, не воевала бы без байбэка. Потому что тот топор же, он дает тебе не супер офигенное преимущество, а вот отсутствие байбэка, оно очень сильно скажется. Так, Аки тем временем, что там, Госс Кепитер, кстати, у Аки. А Лода уже с Башером. Лода с Башером. Ну, Алхимикс тебе оставляет деньги на байбэк, то есть что-то сверху 4200 есть. Если у него будет 1800, я думаю, на секунду сразу будет Залблэйд и оставит на байбэк. Вот посмотрим, Абисалблэйд или Тараска, опять же. То есть тут варианта 2, и оба, я думаю, нормальные. Но Абисалблэйд круто, потому что тот самый дизейбл. И его все равно в последнее время бьют. Да, да, вот это как раз тот самый дизейбл, этот Абисалблэйд, так что действительно, скорее всего, именно этот артефакт, вот, правильно, Башер. Башер делает, да. Именно тот самый дизейбл, которого так не хватает команде ДК сейчас. Да, если бы там был какой-то Магнус или еще какая-нибудь фигня, то и Алхимика бы просто нормально били. То, возможно, Тараска пригодилась. А так как Алхимик просто не может никого толком зафиксировать и отбудохать, то, следовательно, Абисалблэйд более уместен. Так, нас тут спрятали иллюзию Аэма. Адмирал будет долго это время внизу. У него уже почти готов Хекс. У него действительно Хекс, ну, без Войтстоуна, по сути. Да, там сейчас надо фармить себе еще соточку до Мистикстафа. И готовятся Альянсы к следующему сражению. Да, Дорошана 30 секунд всего лишь. Причем без гейма осталась команда Кани. Не могут сейчас нормально ломать Вижн, ставить свои ворды, потому что Бэтайдер по холдону летает и все пытается найти, где же поставили ворды. Слушай, вот Альянсы на топе сейчас скучковались. Я думаю, что стоит купить сейчас по телепорту Аки. Его ЕГМ он есть. Телепорт Аки и делать его уже в центр вместе с С4, потому что сейчас будет драка на Рошане. Ну, либо же своим пешком побежать. Лода в центре. Лода в центре показывает... Он как бы намекает, ребята, что если вы будете слишком долго тупить, то вы лишитесь вышки на центре, а то и на топе можете потерять кое-что. Так, смотри, начинает пилить Рошана. Вот это может быть ошибка от ДК. Он просто на пофиг заходит, начинает его спиливать. Точнее, лед. Блин, да сколько же не тратят всего. Альянсы еще не потратили ни одной способности. У Джакира уже нету льда. И вот он, прыгает Бэтрайдер. Есть, Бернинга цепляют. Хорошая стяжка. Стенка. Нет, Бернинга сейвят. Супер, лоу хп. Супера срезали за секунду. И продолжает Лода прыгать. Да, посмотри. Лода, башер по нему. Стан, хорошо, как подрезает Лоду. Лода, мотостай Лоду. Скорее всего, бьет Алхимик. Да, это минус Лода. А тут еще и Супер сейчас будет убивать Аки. У Аки нету телепорта. Вот тот телепорт, про который мы вспоминали. Супер делал байбэк. Рожан стоит, драка такая себе. Потому что даже без ультов команда Альянс сильна. А вот у ДК проблемы. Без стеночки, без макропьеры. Без, в конце концов. Да вообще без ничего. Без Димоник Пуржа. Тот же Пурж, его нельзя недооценивать. Это очень хороший скилл. Кулдаун у него 50 секунд. Но, когда Лода прыгает, Лода там уже и монтастайл, и что угодно. Юзы, ты все равно еле-еле живой. Бегаешь, точнее, как еле-еле живой. Не можешь никого догнать. Если неудачно блинкнулся, и никого не получилось зацепить с первых пар ударов, то времени теряется в драке очень много. ДПС действительно очень сильно падает. Вот, начинает перейти уже Алхимика. Прыгает С4. Опять же Лассо. Ты посмотри, тут стяжка хорошая. Вот она стяжка на лед. Отлично все делают. Макропиром узкий проход. Берник встал в Адмирала Бульдога. Есть Шекл. Шекл немного неудачный. Лода там уже кого-то разрезает. Лода в БКБ. Будет ли дальше прыгать? Да, прыгает. М.У.Айт. Посмотри, какие он куски отрывает от М.У.Ая. Но Лода тут один. Сейчас бочка. Бочка хорошо отталкивает Супер. А Лода уходит. Но стан в С4. С4 уезжает через лифт. Красавчик. Да, еще и Аки его сейчас сэйпит. Опять размин 1 в 0. И Альянсов все еще где-то здесь. Это рядом. А Бульдог на то. Тем временем потихонечку пушит ТВ-Рай. Да, да, да. Бульдог тут показался, мол, ребята, вы там давайте буки не расслабляйте. И у него есть на байбэк. И кроме байбэка у него еще хватает на Хекс. Ну вот и сейчас Абисал Блейд у Алхимика. Алхимик без байбэка, но с Абисал Блейдом. То есть не то, чтобы это вабанг, но это... Это где-то рядом. Это где-то рядом. Это не вабанг, но у лин. Действительно, действительно, Бёрнинг сейчас поступает крайне агрессивно. С4-каставщик, что сделал именно СБКБ себе, как следующий артефакт. Ну правильно, потому что... Потому что очень много дизейбл. Сейчас вот видно было связочку. Вот этот Дорси все-таки с Тихондрегом зашел, хотя там были в основном крепы Чена. Но все равно получилось неприятно, что ЕГМ и Лод попали в этот рассказ. Да, да. То есть демож как бы они уже получили, тот, который могли получить. Бульдог готов, остается на байбэк. Бульдог доволен. Бульдог красавчик. У Бульдога, кстати, там стрика нету, я вот точно не помню. Игр 20. Окей. Так, Лода. Лода с Бутерфляем когда-то будет. Но до Бутерфляя еще очень-очень долго. Вивер, БКБ. У всех БКБ. У Вивера и БКБ, и Линка. То есть сейчас будет сложно с ним как-то совладать. ЕГМ разбивает ворды. Лода иллюзии просто их отбивает. И опять же безвижно остается РТК. Ману выжигает как. РТК. Ой, РТК там опасно как все. Даггер. Мека, понятное дело. И вторая уже стеночка. Ну там до трети на самом деле недолго осталось. Уже. Еще вторая на самом деле. Потому что уже скоро-скоро должен быть 16-й. Там ребята уже 22-й, 20-й как-никак. Алхимик тоже 20-й, 18-й. Вивер пока немного отстает. Ну и посмотрим быстренько графики. По графикам 4000 преимущества у Альянс по деньгам. По опыту двенашка почти. И вот вам я, наверное, покажу. И вот Хиберблан Капкан. Как заходите с Мака. Сейчас они даже наткнутся на кого-нибудь. А-ля Бэтрайдер или ЕГМ. Который тоже с гемом. Да, ну и вот он Лода. Лода уходит. Заметь, два гема с собой носят. И ВР-очка, и Бэтрайдер. То есть они хотят их выкидывать, ломать. Куда-то их вцеплять. И такой, знаешь, забег вот уже идет. Найдут или нет Аки? Найдут или нет? Должны же найти. Должны найти Аки. А Аки уходит. Как он под стеночкой, бочком-бочком такой. Крабиком. Так, и что? Алхимика выбили. Смока причем. Есть, да. Все, поморгали на него. Что они здесь, где-то рядом. Да, ну вот видишь, Вард есть агрессивный у команды ДК на вражеском хайграунде. И они как раз видят Аки, его крипов и могут попытаться его... Просто Бульдог уже пушит лайн. Уже пустил льду, чтобы отпушить немного крипов с этого Т2 Тавера. Ну смотри, Лода наверху, Бульдог внизу. Так что, будет время получается? Они же отойдут после Т2. Да, смотри, ТП на базу делает РТК. И ТП также делает сейчас у нас Вивер. Прилетает Бульдог, пока заныкался. Бульдог, Хекс, Лотар, Орхид. На Бульдога сейчас, на самом деле, даже если двое выбегут, если это, ну, даже на самом деле, там, Алхимик, еще кто-то, кидаешь в одного Орхид, одного в Хекс и делаешь ТП-аут. То есть, это реально может заработать. Причем Алхимика можно тем самым Орчином неплохо подставлять, если он уже будет накручивать там пост либо КБ. Да, 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 тоже, на самом деле, прикольная тема. И парень просто надувается, получает Орчин, 5 секунд и взрывается. Бывали у нас такие случаи. Ну, опять же, опять же, посмотрим, к чему это приведет. Но Альянсы продолжают показывать то, как они умеют пушить лайны. Сейчас вынуждены ДК. В этом Лоди сейчас должны были убрать, ты не знаю, Вардом, Эншентов, которая стоит. Ну, каких-то он запилил, но сейчас посмотрим. Ну, это были последние, скорее всего, Оу, у нас 48 секунды. Должны пропасть, 100%. Скорее всего, да. Так, и БКБ у Фуриона. И Трвела у Алхимика. То есть, Алхимик уже 6 слотов, ему нечего менять, ну, разве что там Шедо Глэд на что-то более жесткое, типа Критов. И если ему не нужно спать, то Баттл Фурии на что-то жесткое, типа Критов или МКБ. Алхимику, да. Алхимику понадобятся как раз не Криты, а МКБ, потому что Лода выходит потихоньку в Беттерфляй. Купил он же себе Кватер Став. Он не палит, что он его купил. Да, да. Именно как раз не палит, чтобы Алхимик не стал сейчас собирать. Просто у Алхимика скоро будет именно этот самый 6-ти слотовый Алхимик. И если он даже 6-ю слотами не потащит, то что? Смысл фармить дальше? Конечно, конечно. У нас не тащил 12-ти слотовый Медведь, если что. Так что это уже другая тема для разговора. Ладно. Но вот Лода действительно, Лода не палится. То, что у него будет Беттерфляй. Он пока что не показывает этого, для того, чтобы Алхимик не стал сразу же собирать МКБ. Это, опять же, грамотное решение. Аэгис пропадет через минуту. Аэгис у Вивера, если кто не в курсе. Берлинг возвращается на нижний лайн. Но Альянсом нет смысла сейчас драться, потому что Аэгис у противника. И, понятное дело, они сейчас просто постараются дособирать какие-то ключевые айтемы. Вот ЕГМ выходит потихоньку в Хекс. У С4, я даже не знаю, что ему там еще. Шива, да что угодно. Ой-ой-ой, Аки, посмотри, какой у него караван из трех кентавров. Если грамотно получится... Подстопить. Подстопить, подстанить. Подстопить. Ой-ой-ой, заходят ДК. Их всего лишь трое здесь. Ну, тут тоже трое. Альянсов, поэтому уже четверо. Бибер добегает, супер. Да, все, все пятеро ДК здесь. А Лода пушит топ-тауэр. К нему может сместиться Фурион. И если получится менять с Т2 на Т3, то они пойдут менять с Т2 на Т3. Лода этими блинками залетает очень-очень хорошо, очень далеко. Лода не делает обуза-вэй. То есть он именно выходит дальше бабочку, не Грейди, а Башер. Да-да-да. Что он уже на хайграунде. Его что делать? Надо делать паул. Т2 тоже горит. Фурион уже здесь. Вот, все, залетает у нас ТХД. Фурион в центре убивает. Вот она, вот она курица на 5-2-2, которая убегает на Шокучах. Это не Шокучах, это Сюрдж был. Ой, а, это Сюрдж. Да, это Сюрдж. Вот, и сейчас Бульдог должен спалить, что здесь нету аншотов, поэтому надо бы поломать. Поломать там варты. Все, еще два гема осталось у команды Альянс. Не отдаются просто так. Да, ну и Лода. Лода 5100 на Бутерфляй, конечно, уже есть, но не будет тогда на Байбай. Если бы Лода был обуз за Ублэйд, и он видит Алхимика без ульты, то он бы смог его убить просто за вот этот стан. Да, просто за Абисалблэйд, конечно, конечно. Но надо же видеть этого Алхимика, то есть тут все много если. И въехать ему до того, как он прожмет ульту. Конечно, опять же, очень много если. Ну и ЕГМ. ЕГМ, кстати, уже почти с хиксом, то есть еще лишний дизейбл вкопил по команде Альянс. Ладно, посмотрим пока на ДК, потому что у них там все... Кстати, у ДК тут все очень плохо. Ладно, пока не фэнтези-поинтс включу, а общую стоимость. По общей стоимости Алхимик уже там на 8 тысяч... Не, на 8, на 7 тысяч обгоняет Лоду. На слот Алхимик обгоняет Лоду. И просто Алхимик моментально сбривает товар. Как же он быстро это делает? Но Лода уже с Адмирал Бульдогом подпушивает ботом Тауэр. Том и дело, что ДК сейчас, они только-только сделали то, что Альянсы сделали уже давненько. То есть несли все вышки внешние. Единственное, был Тауэр там в виде... И теперь они грамотно, постоянно давят именно на хайграунды. Да, да, потому что ты выходишь вроде убивать Тауэр, ты думаешь, что все круто, но ты-то убиваешь Тер-2 вышку, а тебе несут уже вышку на ХГ. Что, конечно, не слишком равноценно. И оставлять голые бараки никто, естественно, не собирается. Трэвела у Бэтрайдера. Будет сейчас очень быстрый пацан. 43-я минута игры у нас пошла. По деньгам мы видим разница небольшая. До сих пор по опту, конечно, колоссальная в пользу Альянс. Так. Хотя действительно, если по деньгам присмотреться... Ну, там Алхимик. Там сейчас Алхимик 9000 вывозит, поэтому 8-8, да. Или даже 9 уже. Алхимик там нормально на самом деле сейчас себя чувствует. 7800 у Алхимика. Ну, действительно, ему МКБ вместо Лотара, и все, больше ему... Вот, Баттерфляй у Лоды появляется. Он пока что его себе еще не принес. Ну, Курьер вот уже долетает до него. И что ж, Лода теперь совсем жесткий. Но Алхимик сейчас продает Лотар, одним кликом покупает МКБ, и у него еще есть на байбэк. У него сильно много денег. У него сейчас 8200, даже без продажи Shadow Blade, который еще добавит полторашку, и он войдет в клуб Пайката. Ну, если, конечно, проиграет. Не проиграет даже, если. В первом случае, он десятку нафармил. Не, ну, если проиграет, это VIP-клуб Пайката. То есть, вот там... Вроде как да. Если нет, закупаться до конца игры. Иметь 10 тысяч. И пару салтов, которые можно заменить. Да, да, да. Так, ну, а С4. С4. Вот он с даггера залетает. Не видит сейчас альянса ДК. Очень осторожно играет Лода. Лода вот тут у нас в лесу только засел. И вот он, МКБ Алхимика. Да, как раз там зал так жиденько поаплодировал. Скорее всего, именно... Ой-ой-ой! Кентавры! Раз, два! Ой, аки, аки. Потерял двух пацанов здесь. И кентавры тут вообще хоть где-то есть что-то полезное. Нету, нету ничего полезного. Саввух там только. И... Все. Да, да. Аки без, конечно, хоровода не очень. Наберет новый. Здесь уже стоят Саввух. Ну, вот Саввух. Саввух. Но он в таком супер лейте. Этот Саввух не так полезен. Идет за Месси, а у ее замедление. Чем им плохо-то? Ну, там оно спорное, опять же. Там, смотри, там Сурдж, там Шукучи. Ну, и остальные саппорты просто не могут убежать от Антимага даже на пару шажков. Ну, саппорты, да, да. И он идет и убит их. Опять же, там много-много, опять же, этих естлин. Все-таки... Ой-ой, смотри. С4. Линку сбили. БКБ успевает заласосировать. Сам БКБ пытается улететь, но слишком далеко. Никто не залетел за С4 вместе. И его просто сбивают. Ястреб сбит. Ястреб сбит. Мэйдэй. Уходят. И Лода идет пушить. Да, не, ну, очень быстро реагирование на врывы драйвера было от Шедо Демона и Дрэгона. Ну вот, Лода сейчас должен отвлечь внимание. Если сейчас пойдут забирать Рошана, ДК, то они потеряют лайн. Они просто потеряют сторону. Да, у них нету глифа. Они теряют тавер. Они сейчас могут потерять бараки. И они не идут на Рошана. Ох, почти же цепанули. Почти же цепанули Лода. Лода на развороте через Абисал. Улететь надо. Да, да. Нет, мы очень вовремя спрятали Шедо Демона. Нет, Абисал Блейд, ему просто пофартануло. О, 986. Бил, кстати, Гем. Ну, не забрал. Ну что, сломали Т3. Сломали почти что барак. На развороте подрались. Причем без Абисал Блейда. Напоминаю, он просто дал баш. Да, да, это был просто баш. Я уж подумал, что это был действительно Абисал Блейд. Но это был просто очень вовремя баш. Да, да, да. Тут показывают, что Бруно все-таки украл идею имейта. Ой, это минус Рошан все-таки. И сторону не потеряли ДК. Начинается драка. Ой-ой-ой, как разрозненно находятся игроки команды Альянс. Хотя Бернинга поймали. Бернинг был очень близко к Бульдогу. Бульдог нет, скорее всего, не выживет. Бульдог. Бульдог нарезает Супер. А Супер успевает уйти в таймлапс. Прыжок. Прыжок от лоды. Опять баш. И Бобисал Блейд. Здесь тоже добивает Алхимика. И под хил. И можно прыгать дальше за Супером. Тут же Бульдог залетает. Минус. Три тычки дает одному. Три тычки второму. Супер. Ло хп. Ласт хит. Минус Аегис. И Супер сейчас. Прыживать надо. Да, да, да. Как хорошо все делает Бульдог. Супер, супер сейчас очень сильно проседает. Под вражеской базой Альянс побеждаем в браке. Надо прыгать дальше. Надо прыгать дальше. Конечно. Надо идти и убивать. Вот ММА. Раз, два, три. Так, Алхимик. Стан. Ротака. Стенка, кстати, хорошая. Посмотри, как Иллюзия спиливает лоду. Вау. Вот это да. Просто отлично. Дали бой на Алхимик. Антимаг выкупается. Наверное, сейчас купит Райкликом Трэвел Лай. Полетит обратно. Да, вот у него уже появляется Трэвел Лай. Сейчас будет залетать. Действительно. На Самуха прилетает Лода. Супера нету. У него есть монота. У него все есть. И даже ВКБ это был довольно... Можно просто заходить и прыгать. Переждут вот эту стенку, да, и будут заходить, безусловно. Стенка, я считаю, что уже закончилась. Там и осталось реально вот секунд 7-10. Так, пошел лед. Крипов пытаются сдуть. Шекл отличный у РТК. Как бежит РТК. У Бульдога 300 урона с руки у Бульдога. Как он распополамил только что шеду у Демона. Это Тим Уайп. ДК погибает в полном составе. И это минус одна сторона, а то и две, а то и три, а то и вся игра. Сейчас уйдет. Нету очень много. 90 секунд нету Алхимика. Нету Алхимика. Нету Вивера. Обязанно Вивера убьют. Вообще никого нету. Через Лассо просто убьют через 15 секунд. Да, да, да. Вообще никого они сейчас нету. И просто два лайна теряет команда ДК. Времени на самом деле еще очень много у Альянсов для того, чтобы побоевать. Я видишь, там был что-то у Демона. И просто решили не драться пока что. Хотя я бы на их месте пошел бы и забрал чуть-чуть Т3. Они могут делать? На развороте, гейминг. И на развороте. О, смотри, С4. Уже готов. Да, да, да. Очень агрессивно. Ах, Хантимага отправляет на базу. У него есть ревелатус. Он вернется. Почему он еще купил себе телепорт на всякий пожарный? Так, и С4. С4 уже готов ловить. Так, Лода в УХП уже все здесь. Готов драться. Так, где там, кстати, Лода? Не могу я на него прокликать никак. Ему до Абисала немного не хватает. Тем более, что байбек он уже потратил. Поэтому Абисал ему имеет смысл собирать. Вот, смотри, Лода уже в миде заставляет отступить ДК. Уже заставляет их немного рассредоточиться. Хорошо, ты посмотри, как пытались вытащить только 100 С4. Но он все-таки вытаскивает ММА. ММА в гости. Да, посмотри. Дальше будут ли заходить. Барак в центре тоже упал. Все, остался ласт лайн. Нету ни Сира, нету ни Айгиса, ничего. Вообще ничего нету. Нету даже Алхимика. Сильнее, сильнее банально сейчас Альянсы. Мы смотрим сейчас графики. По графикам уже 7500 голды. Впереди по опту опять же вот эта пятнашка. Но там, я думаю, сейчас все это обновится. И будет понятно, что тут вообще грязь происходила все это время. Вообще мне графики что-то не очень нравятся. Какие-то они непонятные в этой игре. А вот... Так, и Альянсы отошли. Фэнтези-поинты мне интересно посмотреть. Лода 28. Вывес уже. 28 с половиной фэнтези-поинтов. Горьин 21. EGM 16.3. Вот этот сапор, который постоянно просто максималочку дает по фэнтези-поинтам. Да, EGM, конечно, красава. Ну и вот, отходят пока что Альянсы. Сколько там Дорошана? Ой, Дорошана еще очень долго. Мне кажется, Дорошана можно еще разок успеть повоевать. Просто чуть-чуть осторожнее стали играть. Ой-ой-ой, там лода с дабл-дэмэджем. 500 муси. 50 дэмэджа. Лоды сейчас с руки. Где крипы? Я хочу, чтобы он на ком-то мне продемонстрировал этот урон. Просто-напросто этот бешеный урон. Пока что ни на ком он не может мне этого продемонстрировать, потому что всю карту просто съедает команда Альянс сейчас. Плюс еще вот лода уводит сюда иллюзии. Иллюзии уже неплохо формят леса. Можно, вроде, суицидоваться в бараке, если у них есть 5 байбеков. Ну, у лоды нету байбека. Вот в чем дело. Нету лоды байбека. У бэтрайдера Виндранер есть. И у Фуриона еще тоже полторы минуты кулдауна. Тогда 2 минуты надо тупить. Вот сейчас лода с Фурионом и будут 2 минуты тупить. Потом появится уже парня до Рошана. Убить Рошана. Короче, опять все вот так потихоньку друг за друга цепляется. И опять же мы имеем в сумме плюс 6 минут игры. Да, но сейчас появилась манта стайл у Фуриона. Фурион там на самом деле, если на него не обращать внимания, то это проигранная игра однозначно. Он бьет 306 с руки. Да, да. Нельзя сейчас не учитывать Фуриона. Не сильно хуже, чем антимаг. Именно. Плюс он рейнджовый, он не бегает. Он стоит себе вот в холд позишене и месит, месит, месит. У него есть дизейблы. Конечно. Один на магию, второй вообще на все. Поэтому сейчас нужно как-то пытаться вырезать быстро бульдога и антимага тоже не упускать из виду. Есть же алхимик, есть и они могут скооперироваться и выдать грамотно косты, убить какого-нибудь С4 на влете и потом расплолосовать обоих фармил команды Альянс. Да, возможно, возможно. Вот и сам этот С4, 4200. Где, кстати, вот мне интересно, стата по текущему золоту. Вот 5000 у антимага, 5000 почти у алхимика, 4200 у бэтрайдера, 3500 у EGM на виндранер, 2700 у вивера и 2500 у адмирала бульдога. То есть бабла у них на руках сейчас очень много. Конечно, там суппорты пока не демонстрируют, ничего такого, но им оно нафиг и не нужно. Их задача сейчас просто завардить все так, чтобы вижна было по максимуму. Вот, антимаг, антимаг просто чуть-чуть из людей. Надо ДК нападать чуть раньше, они уже готовы к этому. А EGM вынес Хекс. Да, он уже давненько у него, да. Тут вообще он сейчас еще и второй себе сможет купить. Правда, конечно, работать это все дело не будет. Но суть в том, что бабла у него просто много. Бабла у EGM не меряется. Купит рефреш. Связка Хекс, связка Хекс. Кстати, да. Прикольно будет. Много дизейбл. Прикольно звучит. Готов башер, который супер башер, который обузал Блэйд. А, у лоды, да, прилетает. А, нет, погоди, так у лоды же он был уже. Только что купил, только что. Только что? Только что. Хвал простой башер. Ты все время говоришь, что обузал, но у него был простой башер. Да, да, да. Но я, видимо, на Алхимика прокликивал рядом с ним. Потому что у того как раз товарища было без Сулблэйд. Ну, да ладно. Тут все, тут уже полный фарш. Единственная проблема команды ДК то, что вот у суппортов Альянс у них вообще все шоколадное. То есть там Чен максимально эффективный. Виндранер там уже просто нереально запакованное. Виндранер 13 тысяч наформила. Да, да. А тут есть ТХД. Шадоу Демон 3, ТХД 4. О, Шадоу Демон за пак на 54-й минуте. Стартовый почти. Вот это проблема сейчас конкретно команды ДК. Мы всегда говорили, что азиатские команды не страдают тем, что у них. Они ставят много вардов. Ну, как будто Альянсы плохо там гардируют. Альянсы просто все ломают. Да, да, да. Ты же вроде проснулся час назад или два часа назад. Я не знаю, там Берлинг аж разрядился там в иллюзию с горя. Так, ну и будут заходить просто иллюзиями. Да, 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 да. Вот, смотрите, вышечка. Треть, 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 треть. Отличная связка была, кстати. Видите, и Берлинг. Вот, смотри. Увозят Берлинга. Берлинга увозят сейчас. Отличненько. И это минус Берлинг. Да, очень быстро разбежается. У него есть байбэк, но можно же дальше не драться. Так, дальше и не дерутся. Просто отходит. Грамотно, очень грамотно. Смотри, иллюзии забегают. Раз, раз, раз. Супера подрезали. Всех подкосали. И сейчас пойдет просто ломать барак. Ну, не барак, а... Вот, Бульдог врубает БКБ. Уходит. Да, иллюзии. Вот, сейчас заходят. Ломают Тавр. Тавр погибает. А тут уже преследование от Бульдога. Или нет? Нет, нет, нет. Не заходит дальше. Хотя бы Шадудема на отходе. Лол, как же его здесь зацепили. Бульдог! Прямо в драку! Деревья на Берлингах! Говорит, идите сюда! Да я на тебя деревья ставил. Супер, считай, бежал. Так, сейчас сеточку поставят. Хорошо. Вот, стяжка, стенка. Ломит Даш. Это победа. ГГ. Первая игра за Альянсом. 1-0. Команда Альянс начинает вести в этой встрече. И они в шаге от топ-4. В одном шаге. Они топ-3. Или топ-3, да. Наверное, топ-3. Скорее, топ-3. Да-да-да-да-да. Но суть не в этом. Суть в том, что бабла много. В любом случае. Вот вспоминай, как там сетка выглядит. Мне что-то флажка совсем не соображает. Похоже, что топ-3. Они попадают в финал Вейнеров. Они попадают в следующий раунд. Это будет финал Вейнеров. Если они про Ирнин, попадают в финал Вейнеров. Спасибо, комментирую. Там две команды. Это последняя драка. Просто потрясающе. Началась шагла на Берлинга, на Иллюзию Дисраптора. Ну и после чего отличная стяжка на стенку, но Фордстаффи во все стороны, соответственно, они не попали в айс-пасс Джекидра. И не получилось именно взять драку. Альянс просто отлично сыграли в этой последней драке команды на команду. Да. То, что у суппортов были дополнительные айсомы, то, что они могли кайтить Берлинга, который фактически не мог зацепиться ни в одного героя. Им даже не надо было сплитпушить. Они могли просто навязывать тимфайт и побеждать. Лайт оф Хевен на русском стриме говорил, что Альянс будут просто сплитпушить до победы, но им особо и не пришлось. Вот. Нам показывают этот момент, где отличная стяжка на айс-пасс и стенку, но форстафы во все стороны, чисто из-за того, что насколько переигрывали именно по вещам на суппортах Альянса, команда ДК. Ну, на второй нишейт на Берлинга. Не было дисрапшена у Шэдоу Диммена. Попал Шэклом через, собственно, одну из созданных иллюзий Лоди. У них было два Хекса, два форстафа, Госсеттер. У Чена уже был Владимир, то есть у них суппорты были действительно запакованы. А со стороны ДК только был госстаф на Джекиро, у него не было форстафа. А форстаф им просто был необходим, потому что им надо было что-то, чтобы выслать Алхимика из Спраута Фуриона. Ну, и у Алхимика при этом было 6 тысяч голды, которые на самом деле абсолютно бесполезны, учитывая, что он шестистатовый. Им надо было намного больше денег на супер, на вивере. Альянс просто очень страшная команда. Майлку кажется, что вот именно с технической стороны и стороны исполнения такой страшной команды раньше вообще в истории Доты не было. Да, то, как они прочитывают кулдауны о билах врага, то, что вовремя все изоится, кулдауны и темов, просто идеальное исполнение. Манта Стайл, неожиданный пикап, нестандартный пикап на Нейчерс Профите, это Манта Стайл, но именно рассчитанный на то, что посылать постоянные иллюзии и Нейчерс Профита, и Антимага на бараки. Они очень любят надеяться именно на такие перемещения. Вот если говорят, если мы, например, обсудить, сказать про Денти, когда он любит взять Блинк Даггер или Форс Тафф, то это... и любит именно мобильность своего героя, то у Альянсов это касается всех героев. Да, опять-таки мы говорим, вспоминаем о той драке и о том использовании Котла и Бландин Лайта, который откинул Алхимика в игре против LGT вчера. Они любят что-то, что вот именно разделяет команду противника и также добавляет себе мобильности. Также Бруно хочет отметить EGM, что он, несмотря на то, что он оффлейдер, он постоянно находится, где поформить. У него был и Форс Тафф, и Хекс, и Гем, и... То есть, действительно, Генерар была нафармленная. Собственно, Джейкоб говорил еще сразу после пика, сказал, Альянс целый хороший для себя набор героев, но у ДК просто именно их игра получилась по героям после пика. Алхимик, Вивер и УДК, на самом деле, вполне может быть, что будет очень хороший шанс здесь. Но Альянс показали отличную игру и уверенно забрали этот матч. Ну, собственно, Альянс победили, счет 1-0.